сексуальность это прежде всего запах причем запах даже не вот смысле вот прямо такой который вы можете почувствовать как выяснилось в нашем с вами геноме есть такие переменные части генома которые передают по наследству определенный уровень иммунитета значит и эти же гены определяют запах поэтому вас не влечет к вашим близким родственникам потому что от них пахнет этот запах но вы его просто не чувствуете также как вот от тех у кого есть уже эти гены ну то есть у него есть гены вот эти вот которые этот иммунитет у вас общий и у вас будет вызывать максимальная как бы такое интерес особь у которой друг другой иммунитет почему все время значит это вот девушек все время передавали из племени в племя из деревни в деревню и так далее и так далее так вот почему потому что это имеет важное такое эволюционное значение это работает на подсознательном уровне вот и энштейн был женат на своей кузине вот поэтому в общем бывают разные ну вот но в целом надо понимать что с точки зрения увлечения очень много вещей которые вы не способны контролировать очень многое зависит от того что называется сексуальной фиксации то есть те стимулы которые интенсивно воздействовали на вас разные периоды формирования вашей половой идентичности это было в районе там трех-четырех лет кого осознавались я представим соответствующего пола это было в период пубертата и вот откуда появляются разные фетиши разные как бы пристрастия да нравится больше это нравится больше то и так далее вот поэтому здесь очень много факторов поэтому такая многофакторная модель которая определяет в сексуальную привлекательность наличие сексуальной привлекательности очень важно для создания пары дальше это следующий вопрос следующий уровень это единство ваших как бы культурные культурный культурный паттерн на значит люди которые с друг с другом сходятся на более длительное время чем условно говоря на раз-два и обчелся вот у них должен быть некий общий культурный бэкграунд потому что в противном случае им будет очень сложно найти точки вообще просто бытового соприкосновения вот поэтому очень важен культурный бэкграунд если вы посмотрите на это вот у нас по целому ряду причин очень сильная диспропорция в отношениях между мужчинами и женщины с точки зрения возраста да то есть у нас часто встречаются симметричные пары зрелый мужчина молодая девушка значит это наша такая культура вообще для бедных стран свойственно если вы посмотрите все западные страны значит там большая часть семьи ячейк она люди ими примерно одного возраста вот их значительной степени объединяет общий культурный бэкграунд да значит это вторая составляющая дальше вопрос взаимодополнительности значит эта взаимодополнительность может строиться у разных пар на разных на разных основаниях да потому что у кого-то этими основаниями является вечный конфликт такой приятный но вечный вот такое вот как бы пикирование взаимодействие и без этого скучно невозможно и так далее это становится причиной проблем выяснения отношений хлопанием двери дверей там и так далее и взаимному примирению часто в постели с очень ярким так сказать финалом взаимодополнение может быть другое но может быть наоборот связанное такое с больше заботы с какой-то с как бы симметричностью в интенсивности полового влечения с удовольствием от одного вида там сексуальных отношений и я не знаю просто времяпрепровождение и так далее поэтому это опять-таки еще более такая широкая вещь в общем если мы говорим про сексуальные проблемы есть проблемы связанные с особенностями сексуальности с гиперсексуальность с различными особенностями опять же теми же садомистическими какими-то склонностями там и так далее вот это отдельный пласт мы сегодня не будем в него далеко ходить вот но если мы говорим просто про качество сексуальной жизни что же такое хорошее это когда вы чувствуете полную раскрепощенность к вы чувствуете полную свободу когда вы ощущаете полное доверие когда вы способны обмениваться нежностью так когда вы способны обмениваться удовольствие и это вы можете делать только в том случае если вы не испытываете тревоги если вы не испытываете внутреннего напряжения если вы умеете полноценно расслабляться если вы умеете чувствовать момент то есть не ну что там женщина начинает проигрывать, как они выглядят со стороны. Всё, в этот момент они теряют всякое сексуальное возбуждение. Мужчины начинают думать, достаточно ли они хороши или недостаточно. Кончило оно уже или не кончило, там и так далее. В это тоже всё счастье пропадает. Вот эти все заморочки тревожного, их много очень. Кончу недолго не кончу, кончу и не кончу, кончу, кончу быстро. Вот это, ну и всё, куда ни кинь, везде клин. И в основе этого всегда тревога. Поэтому умение работать в собственном эмоциональном состоянии, умение быть внутренне свободным, не испытывать ощущения скованности, подавленности, ощущения уверенности в себе – это ключевые вещи, которые необходимы нам, всем страдающим от этого тотального сексуального невроза, порождённого сначала комплексами викторианства, потом там советской морали и прочего-прочего всякого безобразия, заканчивая проблемами нынешнего времени, вот этого гиперстимуляции порнографическими образами, гиперстимуляции вот этими какими-то идеалами, эталонами, которые все должны соответствовать. При этом понятно, что мы соответствовать им не можем. Все что-нибудь там… А кто вообще? Они даже кино снимают хитро. Что показывают, что не показывают, продумывают на всё. Они же кино, там режиссура. Режиссура, по-моему, так сказать. Вот, да, и все живут в этом. Поэтому справляться с этими психологическими проблемами – это ключевая вещь. Это может прозвучать странно, но я думаю, большинство людей такие. Мы тратим много энергии, думая о представителях противоположного пола, сексуальности и прочих вещах. Я бы хотел что-нибудь услышать на эту тему. В этом нет ничего странного. Просто ваш интеллект сломали ваши же гормоны. Это не вы, это просто компульсивное поведение, не так ли? Когда вы были ребёнком, было неважно, какие репродуктивные органы, мужчины или кого-то там ещё. Это не имело значения. Но вот началось, и вы уже не можете мыслить за рамками мира гормонов. Ваш интеллект был полностью взломан гормонами. И вы увидите, после определённого возраста, когда игра гормонов начнёт угасать, всё это опять будет неважно. Тогда вы посмотрите назад и не сможете поверить, что это были вы. Вы делали все эти вещи. Тело знает только одно – выживание и продолжение рода. Больше оно ничего не знает, не так ли? Ваше тело стремится к чему-то ещё. Так что, если вы идёте по пути тела, это принесёт вам какое-то удовольствие. Не то, что его совсем не будет. Ничего плохого в этом нет. Просто тело ограничено, вот и всё. В том, что вы ограничены, нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого, быть ограниченным. Но это не ведёт к освобождению. Преступление ли быть ограниченным? Это не преступление, в этом нет ничего плохого. Но вы всегда будете жить нереализованной жизнью, только и всего. Неважно, что у вас будет, сколько у вас этого будет, вы всё же не реализуетесь в жизни. Итак, сейчас все ваши мысли о противоположном поле. Допустим, завтра я устрою так, что на вас не зайдёт благодать. Все женщины мира захотят вас. Всё равно ваша жизнь останется нереализованной. Да? Всё ещё не будет удовлетворения. Это однозначно не будет причиной вашего освобождения. В вашей жизни будет поочерёдно немного удовольствия, немного боли. В этом нет ничего плохого. Я не пытаюсь это назвать грязным или как-то там ещё. Нет. Это хорошо, это замечательно. Но вы будете ограничены рамками тела. Если вы будете ограничены рамками тела, ему известно только выживание и продолжение рода. Оно больше ничего не хочет. И каждый момент вашей жизни вы думаете, что двигаетесь. Думаете, что вы поднялись на гору, спустились с горы. Телу всё это неведомо. Тело на пути в могилу. Каждую секунду всё ближе к ней. Только туда оно двигается. Не так ли? Вы думаете, вы путешествуете, бываете во многих местах. Приехали в Индию, вернётесь в Ливию. Думаете о подъёме и спуске с горы, но такого нет. С каждым шагом тело приближается к могиле, ни к чему больше. Сейчас вы молоды, и из-за Игоря Гармонов вы об этом забыли. Постепенно, с течением времени, становится всё более и более очевидно, что тело направляется в могилу. Если всё, что вам известно, — это тело, и в любом случае вы его полностью потеряете, страх станет постоянным спутником вашей жизни. Недавно, знаете, вы, наверное, не смотрели новости, где-то 4 или 5 дней назад умер Джордж Бест. Слышали о нём? Он был одним из величайших футболистов. Он умер перед началом программы? Мне очень жаль. Я недавно смотрел несколько видео про него. Этот парень, его звали Бест, лучший. Он был великим футболистом, очень одарённым от природы. И он проживал свою жизнь на полную катушку. Про него говорили, что каждая кинозвезда, популярные героини кино, модели и кто-то ещё... Как-то ещё их называли? Как? Нет, не знаменитости. Так вот, они все были с ним близки в то или иное время. Иногда их было несколько одновременно. Но к тому времени, когда им исполнилось 35, он был таким сломленным и несчастным. Таким сломленным, несчастным, разочарованным человеком. И он умер в 56 или 57 лет. Смерть сама по себе не является проблемой. Но то, как вы живёте, — это главный вопрос, не так ли? Его жизнь была ужасной. Он прошёл через всё. Из-за того, что шёл по пути тела. Если вы пытаетесь делать безграничным то, что ограничено, вы будете страдать. Другого варианта нет. Путь тела очень ограничен. Если вы пытаетесь сделать тело безмерно важным в вашей жизни, вы будете лишь безмерно страдать. Поэтому не делайте его самым важным. Немного эмоций, немного разума, немного общества. Находите баланс между этими вещами. Неважно, что бы вы ни делали, если вы искренни с собой. Вы поймёте, что в вашей жизни всё ещё нет удовлетворения. Не так ли? Поэтому ничего плохого в теле нет. Ничего плохого нет в пути тела. Просто оно очень ограничено. И может сыграть лишь вот такую роль в вашей жизни. Если вы пытаетесь эту роль сделать главной, вы будете страдать, потому что пытаетесь создать ложь. Правда жизни в том, что тело должно играть лишь небольшую роль в вашей жизни. И пытаясь эту роль сделать главной, вы определённо принесёте себе страдания. Страдание придёт миллионам разных способов. Некоторые люди думают, что они просто идеальны, что с ними ничего не случится. Такие люди со временем, вы увидите, что с ними будет. У жизни есть миллион разных способов вас согнуть, сломать, замешать и размолоть. И эти способы окажутся для вас очень неожиданными. Да? Видели, как это происходит с людьми вокруг вас? Поэтому ничего плохого нет в ваших гормонах. Но это компульсивное поведение. Как только вы начинаете жить компульсивной жизнью, вы живёте жизнью раба. Не так ли? Вы хотите быть рабом? Что-то внутри вас не хочет быть рабом при любых обстоятельствах. Не так ли? Есть что-то внутри вас, что не может быть рабом. Это рабство по отношению к чему-то или к кому-то неважно. Как только вы становитесь рабом, незаметно, медленно ваше лицо становится мрачным. Когда вы были ребёнком, вы были таким вот. Потому что рабства было не так много. Постепенно, по мере того, как разные виды компульсивного поведения владели вами, сами не знают почему, ведь всё хорошо у вас в жизни, бизнес хорошо идёт, в семье всё хорошо, у вас хорошие отношения, вы зарабатываете деньги и всё прочее. Но по неизвестной вам причине, постепенно ваше лицо становится всё более грустным и мрачным, и вы предпринимаете отчаянные попытки получить немного счастья. В мере того, как люди становятся богаче и взрослее, они начинают делать всё более и более отчаянные вещи, чтобы быть счастливыми. Не так ли? Да? Вы не видели, что они только не вытворяют. И вот всё больше отчаяния приходит, потому что вы пытаетесь сделать небольшой аспект вашей жизни самым главным в ней. Это не сработает. И сегодня культура становится такой. Особенно западная культура, которой тело — это всё. Страдания людей огромные. Они страдают без причин. Всё хорошо, с физической точки зрения всё замечательно, нельзя вообразить лучших удобств. Всё организовано, здравоохранение, страхование, машины, у всех есть чем заняться. Но люди очень страдают. Почти каждый второй или третий человек на таблетках, просто чтобы поддерживать психическое равновесие. Это не радость. Да? Если вам необходимо принимать таблетку каждый день, чтобы оставаться вменяемым, это не радостность, не так ли? Определённо, вы находитесь на пороге нервного срыва каждый день, потому что вы сделали небольшой аспект вашей жизни её основным аспектом. Вот и всё. Жизнь просто берёт своё и ничего более. Поэтому не идите по этому пути. Всё должно играть лишь определённую роль в вашей жизни, не более того. Если вы попытаетесь сделать эту роль главной, это не сработает.